В первой половине 20 века начался расцвет мирового танкостроения. Великие державы, испытавшие танки в Первой мировой, начали активно изучать их возможности, экспериментируя с разными платформами и пушками. Одной из таких держав была Японская империя, где решили полагаться на собственную военную промышленность. В 30-х годах основой японских бронетанковых войск стали две машины — тип 89 «И-ГО» и «Х-ГО». Средний танк «И-ГО» или номер первый приняли на вооружение в 1929-м. При его разработке инженеры опирались на конструкцию французских «Рено ФТ». Танк получил мощную, по меркам тех времён, 57-мм пушку для борьбы с укреплениями, а позднее одна из доработанных версий машины стала первым в массовом производстве танком с дизельным двигателем. «И-ГО» отлично показал себя в противостоянии с устаревшими танками армии Китая, но к середине десятилетия, в условиях современной войны, ему начало явно не хватать подвижности и брони. А в 1934-м начались испытания «Ха-ГО» — лёгкого танка массой менее 8 тонн с 37-мм орудием. Именно на нём впервые опробовали пружинную подвеску с мягким ходом, созданную инженером Томио Хара, которая затем стала стандартом для японской техники. «Ха-ГО» оказался надёжным компаньоном для «И-ГО». В итоге заводы покинуло более двух тысяч танков этого типа, а конструкторы создали на его основе десантный танк «Ка-Ми», который необычным внешним видом напоминает лодку. Кроме того, с начала 30-х военные прорабатывали различные варианты многобашенного тяжёлого танка. Один из них — «Ро-ГО» — представлен в «Вартандер» как премиумная машина. Однако о его реальной судьбе, увы, известно немного. Японцы произвели мало экземпляров, да и те большую часть жизни провели на тестовом полигоне. Разумеется, со временем появились планы по производству наследника «И-ГО». От старой пушки решили не отказываться, а вот устаревшую платформу нужно было полностью заменить. Заказ поручили компании «Митсубиси» в 1935-м, и уже через год фирма начала испытывать опытные образцы. Один из них не только полностью соответствовал поставленным требованиям, но и отличался дешевизной в производстве. Впоследствии эту машину приняли на вооружение под обозначением «Чи-Ха» или «Средний-Третий». Регулярные части получили первые танки в 1938-м, а спустя год произошёл конфликт с СССР и Монголией на реке Халхингол. Прежде японской армии приходилось сталкиваться лишь с войсками Китая, которые использовали устаревшую британскую технику. Однако советские орудия превосходили пушку «Чи-Ха» в огневой мощи и баллистике. Японцы учли этот опыт и приступили к перевооружению машины, а результатом их чаянии стал «Хо-И» — машина на платформе «Чи-Ха» с 75-мм гаубицей. Не самое элегантное решение, но работы над более универсальным 47-мм орудием «Тип-1» подошли к концу только в 1942-м. Танки с этой пушкой получили обозначение «Шинхото-Чи-Ха» или «Чи-Ха-Кай». Хотя «Чи-Ха» неплохо показал себя в сражениях с довоенной техникой, новые «Шерманы» стали для него серьёзной проблемой. Да и лёгкие танки «Ха-Го» едва ли отвечали требованиям Второй мировой. В общем, обе машины нуждались в достойной замене. Место лёгкого «Ха-Го» занял танк «Ке-Ни» с более крепкой сварной бронёй. Правда, его производство началось только в 1941-м и ограничилось всего сотней машин. С танком «Чи-Ха» всё тоже прошло не совсем гладко. На его вахту заступил «Чи-Хэ» или средний шестой, которые разрабатывали на той же платформе. Двухместную башню заменили на трёхместную, отклёпанных бронелистов отказались в пользу сварных, но главным недостатком японского танка вновь стало вооружение. Пушка «Тип-1» к середине войны безнадёжно устарела. Разумеется, инженеры принялись за разработку улучшенного варианта машины. В массивную башню решили установить вариант французского орудия «Шнайдер», а броня и подвижность остались на прежнем уровне. Новый танк назвали «Чи-Ну» или средний десятый. Он нёс службу бок о бок со старшим товарищем, так как в распоряжении армии было всего несколько сотен экземпляров каждой из машин. Японская танковая промышленность к тому моменту серьёзно сдавала позиции, в том числе и потому, что у армии появились гораздо более важные заботы. Тем не менее, военные инженеры не оставляли попыток идти в ногу с постоянно растущими требованиями к бронетехнике. На протяжении 1942 и 1943 годов проходили испытания танка «Чи-То». Несмотря на то, что конструкторы взяли базу от «Чи-Ха», машина прибавила в массе более чем 10 тонн, а также получила новую броню и действительно современное вооружение — пушку Тип-5. По характеристикам «Чи-То» напоминал немецкие «Панцер-4» и американские «Шерманы» поздних модификаций. К началу 1944-го он уже был готов к производству, но, к сожалению, военным пришлось ограничиться всего двумя опытными образцами. Силы военной промышленности полностью уходили на нужды флота. С другой стороны, конструкторам удалось установить пушку Тип-5 в башню танка «Чи-Ну». Эта машина представлена в «Вартандер» как премиумный танк третьего ранга «Чи-Ну-2». Вершиной же танкостроения Японской империи стал Тип-5 «Чи-Ри» или средний девятый. Хотя в нём опять же узнаётся платформа «Чи-Ха», «Чи-Ри» выглядит гораздо более внушительно. Его мощная пушка оснащена автоматом заряжания. По габаритам «Чи-Ри» почти сравнялся с «Королевским тигром», но монументальный проект вылился лишь в незаконченный прототип. Затем армия попыталась найти применение готовым к бою танкам и перевооружить их морскими орудиями, однако ядерные взрывы в августе 1945-го положили конец этим планам. После поражения Японии её уцелевшие танки должны были отправиться на металлолом, но в итоге остались на вооружении сил самообороны до начала 60-х. Вклад Японской империи в мировое танкостроение часто называют не слишком значительным, ведь даже самые совершенные машины её производства уступали зарубежным, а зачастую просто не добирались до поля боя. А как считаете вы, может быть, историки недооценивают труды инженеров Японии? Расскажите об этом в комментариях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова